Привет, друзья! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, обязательно комментируйте, а также не забывайте о Телеграме, ссылка в шапке профиля. Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции, об этом сообщает РИВА Новости. Также сообщается, что вместе с Гросси территорию захваченной атомной станции покинули несколько представителей миссии. В связи с обострением на Запорожской АЭС последние недели украинская сторона потребовала визита миссии МАГАТЭ для разрядки ситуации. В течение нескольких дней до этого территория станции подвергалась обстрелам. В августе впервые были остановлены все энергоблоки. Помимо этого, Украина рассчитывала на демилитаризацию ЗАЭС. По итогам визита экспертов МАГАТЭ, а также на то, что станция перейдет под полный контроль Украины. Из-за российских провокаций и обстрелов остается угроза атомной катастрофы. Напомним, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси также заявил, что на Запорожской АЭС останутся представители МАГАТЭ. Об этом уведомляет BBC. Гросси сообщил, что миссии на несколько часов работы на АЭС удалось собрать достаточно важную информацию, не уточнив деталей. По словам Гросси, миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решаться вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал, странички в ТикТоке, Фейсбук. Ссылки в описании.